доброе утро друзья с вами жанна платонова мы начинаем наш тренинг во-первых я хочу вас всех поздравить с начала нового месяца с началом зимы если где-то снежно вот по крайней мере там где я сейчас нахожусь температура очень комфортная немножко немножко мороза и но такое знаете уже чувствуется приближение зимы появляется елочки гирлянды украшается город это очень классно и празднично а сегодня я хочу поговорить с вами на тему лидерство вообще для того эта школа эта школа в первую очередь для того для тех кто уже лидеры то есть это чувствовать себя лидером но и также она важна для тех людей которые собираются стать лидерами в том смысле что если мы говорим про наш бизнес то по-любому деньги приходят тогда когда у тебя есть команда когда у тебя есть команда значит будет определенные происходить определенные действия и соответственно будет создаваться товарооборот лидер это не какая то кстати эта школа может быть полезно вам даже в быту а построение отношений в семье с детьми так далее вот лидер лидер это не что-то такое знаете вот вот такой вот как-то вот как вот колпачок вот на этой вот бутылочки вот и вот сверху есть а все что внизу до твоя команда и аля я лидер особенно бывает козе перевернуть этот колпачок вот так вот наоборот оля оля я лидер какой большой а вот это мне такая команда понимаете вот а я оля лидер ну как бы там ни было чтобы него лидер это не какой-то на какая-то настройка или строение лидер на самом деле это определенное связующее звено между людьми которые вокруг него сплотились и между целями которые есть у самого этого лидера и у других людей это вот то определение которое вынесла я понимаете можно по-разному рассуждать можно очень громкими словами говорить ну можно например там пафосно как-то на эту тему рассуждать но можно все что угодно но на самом деле я считаю что лидер это человек который как раз умеет вот это вот строение сделать комфортным в отношении всех людей и сделать так чтобы каждый человек который здесь есть он достиг целей и чтобы человек каждый был счастливым но это не означает что лидер а что только от лидера все это произойдет то что я сказала это успех счастья каждого человека это не конечно нет лидера но вот соблюдая какие-то определенные правила законы вот каждый из нас каждый из вас который стремится к этому он действительно может достичь вот этой коммуникации а если говорить о сетевом маркетинге дата я хочу сказать что это самая лучшая школа лидерства самая лучшая школа лидерства когда-то в свое время когда я присоединилась его маркетингу я еще работала на предприятии радара я работала снатолий главным бухгалтером и я хочу сказать что на тот момент конечно я был определенным начальником и отношения вот как настроились ну как бы там по классике как обычно вот мы можем строить даты начальник там и так далее естественно какие-то были вещи которые где-то я интуитивно понимала где-то я росла развивалась но все равно были какие-то моменты которые были на уровне того что коммуникация строилась позиции начальника и вот когда я пришла сетевой маркетинг я еще одно время совмещалась за своей работой это и стала обучаться некоторым моментом которые здесь необходимы для того чтобы построить свою команду до команды то товарооборот товарооборот это деньги все здесь как бы другой цепочки нету и обратно деньги товарооборот команду понимаете все если хочешь иметь деньги тебе нужен товарооборот хочешь иметь товарооборот тебе нужна команда и вот когда я стала обучаться каким-то вещам вот определенным здесь вам м для построения создания своего товарооборота и команды мне это очень помогло моей работе да очень помогло на тот момент когда я еще совмещала я совсем по-другому построить коммуникацию с коллегами и знаете и действительно я была более счастливым человеком и я видела что людям тоже это очень комфортно и приятно итак я хочу сегодня поговорить с вами об этих законах но я бы очень хотела чтобы это было не лекция а все-таки какая-то определенная проработка поэтому я бы рекомендовала вам взять ручки и листики и какие-то вещи фиксировать что-то для себя помечать как-то вот хочется чтобы это было очень так и полезно и практично но первое что первый закон лидер он свободен и открыт вы знаете что мир он строится на идея и если не будет идея не будет развития вперед а генерировать идеи может только свободный человек понимаете если сегодня у вас затык с идеями на самом деле это не потому что вы генетически не способны генерировать это потому что есть какие-то определенные внутренние зажимы которые мешают вам свободным это какие-то ваши установки это какие-то допустим то моменты бюрократизма или управленчества которые сидят вас с прошлой жизни или с ваших установок поэтому я бы очень рекомендовала вам вот в этом плане проанализировать себя прямо потратить может быть сегодняшний день это понедельник это так здорово когда можно начале недели да вот какие-то делать новые для себя изучение себя и какие-то делать новые для себя установки корректировать свои установки на самом деле мы имеем то что мы имеем потому что мы делаем определенные действия которые мы делаем но запомните что наш мозг он не отличает понимаете вот действия от того от от мысли поэтому иногда если мы делаем одно она в это время наши мысли то есть наше какое-то подсознание имеет голове что-то другое мозгу все равно все равно и поэтому конечно в итоге мы не имеем с вами то что чтобы мы хотели иметь поэтому очень внимательно нужно вот работать со своими установками начинается новый месяц да как сейчас сели и прописали свои установки какие ваши установки на сегодняшний день до тренинг это сегодня не про установки но это как бы очень тесно связано если твоя установка каких-то там определенных управленческого бюрократизма или какие-то там внутренних блоков или там что-то ты приемешь не приемешь но сядь разберись начни это менять потому что ты должен быть свободным человеком ты должен когда ты свободный чак ты легкие понимаете ты легкий ты легкий на идеи ты легкий на общение если у вас сегодня как-то туго-туго с этим идет на самом деле значит у вас есть какие-то внутренние установки или зажимы которые этому мешают и посетите сегодня один день вот даже хотя бы вот этому первому пункту найдите часик это может быть будет в обед когда вы захотите немножко отдохнуть может это будет уже далеко глубоко вечером когда день закончится и побудьте на едине с собой и вот проанализируйте насколько вы свободы насколько вы готовы генерировать какие-то новые идеи потому что лидер без детей ну знаете как мой без палочки честно лидер это нехороший менеджер которому пришли какие-то в козилке сверху указания да и он двигается дальше поэтому уделите этому особое внимание вторым таким важным законом ну является то что лидер занимается тем что он любит ничего нового я не открыла действительно человек который любит свое дело он гораздо продуктивнее он гораздо продуктивнее и знаете как он получает большое удовольствие от того что он делает он получает удовольствие от результатов ему нравится получать и кайфовать каждую минуту каждую секунду лидер он счастлив от того что он выбирает то дело которое ему нравится и на самом деле если вы хотите если вы хотите быть более продуктивным если вы хотите все-таки звучать счастье а мы работаем с вами на уровне коммуникации людей и очень трудно притянуть к себе другого человека если у тебя изнутри нету счастья те внутри какие-то опять же блокировки какие-то вот установки твои личные которые мешают до конца быть свободным счастливым человеком опять же сделайте это себе допустим завтра это задание возьмите листик и пропишите за что вы любите то дело которым вы занимаетесь до того момента пока ты для себя не поймешь за что ты любишь это дело понимаете как вот ты не поймешь лично очень трудно двигаться вообще куда-то вперед практически можно сказать что не понимая за что ты любишь как как можно передать эту любовь другому человеку вот люди знаете они как эти как мотылочки на свет они тянутся на флюиды на флюиды добра на флюида любви до этого мы должны с вами те флюида излучать обязательно если вы еще до сих пор не понимаете за что вы любите свое дело не не почему вы этим занимаетесь а за что вы любите всегда можно найти какой-то аргумент знаете как всегда так что обязательно вот завтра я вам рекомендую на второй день после нашего тренинга а проработать этот вопрос мне не поленитесь потратить там один часик в один день не надо все задания в один день делать но реально вот пройдя все эти законы проработав их на листике и сам собой ты будешь совсем другим человеком и действительно ты твое лидерство она даже при наличии одного или двух людей в команде а может быть пока что ты вообще один и ты только начинаешь строить бизнес но даже если ты один это тоже уже команда ты это и есть команда развитие твоей команды в бизнеса будет идти на намного быстрее третий важный закон то есть когда ты уже действительно способен генерировать идеи когда ты любишь то чем ты занимаешься у тебя там автоматом будет легко происходить следующее действие лидер он не ждет он действует запомните виде он никогда не допустит чтобы лучше убивала хорошие понимаете что имеется ввиду есть вот люди которые все время стремятся окружить себя идеальным идеальными людьми и идеальной обстановкой может быть там идеальная одежда ну к примеру говоря да все должно конечно конечно быть меру вот это сейчас поправлю свой воротничок тоже хочу чтобы она идеально лучше это нормально стремится какой-то идеальности но если мы говорим о нашем бизнесе если мы говорим о каких-то там инструментах работы системах работы все и если ты на сегодняшний день все время стремишься сами со что-то лучшее новое найти ты гонишься за новинками то это не равно лидер понимаете это неплохо это хорошо но это больше удел такого-то менеджмента который специально должен существовать ну при их при команде там при лидерстве и так это в организации лидер это человек который никогда не допустит что вот это гонка за лучшим убивала хорошие потому что появится одно лучшее она будет другое лучше это лучше за ним следующее лучше но нету предела совершенству понимаете как пять лет назад кто из нас с вами там вел бизнес и смартфона в лучшем случае телефон от называться же смартфон называлась от называлась телефон и мы с вами там но могли просто позвонить сегодня мы можем практически отказаться от компьютеров и если ну если провести статистику в google и загугли то люди которые ведут бизнес через смартфоны и уже больше чем которые ведут через чем через ноутбуки понимаете как но это привести на нашу лидерскую плоскость а никто тогда пять лет назад из нас не падал в обморок не убивался что я до сих пор допустим некомфортнее все-таки в компьютере понимаете хотя многим удобно в смартфоне это не есть каким-то вот таким вот моментом который сегодня коренным образом может изменить мой бизнес повернуть понимаете как а есть люди которые до которые только уже им смартфоне комфортно но даже понимая эти вещи и тогда если сейчас я никогда не убивалась от того что я несовершенно в этом вопросе что я не могу это использовать для комфорта бизнеса мы начнем с того что даже смартфоне скорость лучше и если например вы вас одновременно открыть компьютер и смартфон и вы заходите там на какой-то вебинар на какой-то там видеоконференцию где много нужно скорости в смартфоне это грузится быстрее чем компьютере компьютер в это время так висит это прямо так на него сердишься даже самый хороший да вот у меня apple ноутбук но все равно но я не страдала от этого не в этом то дело понимаете как мое лидерство мой бизнес мой мой товарооборот моя команда это не гонка за самым совершенным что может быть и это касается не только технических устроен это касается инструментов работы я могу вам более того сказать сейчас я во львове доработаю сегодня уже последний день и позавчера у нас был тренинг у нас был тренинг вечером очень такой хороший продуктивный тренинг а ну я давно не получал удовольствие такого тренинга потому что у нас был интерактивный это было не лекция лидера это было вот общение общение вот с коллегами да и на равных имели слова и могли выступить и сказать свое мнение и лидеры очень высокого уровня и человеку который может быть бизнесе один-два дня но он уже партнер и это было очень интересно и полезно то есть нет допустим это очень понравилось зашло но я знаете для себя увидела и я думаю мои коллеги тоже это увидели когда мы рассуждали об инструментах рекрутинга а самый как бы болючий вопрос всегда когда человек уже приходит бизнеса него следующий шаг где брать людей как рекрутировать самый болезненный как нам кажется но я считаю что они не то главное понимаете а главное знать зачем когда ты знаешь зачем ты разберешься как вот правда если у вас что-то бизнесе не получается и вы пытаетесь бесконечно менять инструменты рекрутинга то вопрос здесь не в инструментах вопрос том что вы не знаете зачем вообще в этим занимаетесь и обязательно с этим разберитесь ну так вот на этом тренинге когда мы общались каждый человек там по очереди имел возможность буквально пару минут высказать сказать историю своего прихода таким образом он рекрутировался бизнес команду и поверьте мне были названы самые разные инструменты и даже те инструменты которые даже мы уже где-то неприемлемы считаем что они но не современные что-то вчерашний день человек о них рассказывал и его достижениям стоит допустим похвалы по сравнению с другими людьми которые стремятся за знаете очень крутыми инструментами в темпе развития карьеры эти люди может быть даже отстают от человека который занимается более другими как не совсем современной методиками инструмента рекрутинга почему потому что самое главное самое главное это знать зачем когда ты знаешь зачем у тебя идет определенная такая энергия которая притягивать людей 2 это действовать системно понимаете как и конечно и ты в этот момент происходит растет моя команда ты становишься лидером даже на тех инструментов которые есть в это время то тебе не мешает параллельно изучает там осваивать новые другие инструменты и потихонечку их внедрять но и ставить извините головы на ногу свою команду а потом извините что если что-то не так или короче это не мной придумано эти закон это аксиома сетевого маркетинга но и принципе вообще любого построения лидерства и но мне этот закон очень заходит я хотел так на нем вот немножко подробно становиться потому что самое даже лучшее самое лучшее она не всегда потом окажется лучшим но когда вы за ним гонитесь вы убиваете хорошую то что есть и потом если то лучшее не срастется не слух не сбудется или не так быстро произойдет она может произойти но попозже вы уже уже убили хорошее то что есть и вы остаетесь знаете как у старуха разбит разбитого корыта и вывод выход только один это опять начинать все заново это это не есть хорошо поэтому действуйте ежеминутно ежесекундно с теми инструментами такие у вас есть на сегодняшний день поверьте вопрос не в инструментах вопрос вашим зачем и вопрос вопрос зачем ты этим занимаешься и вопрос системности твоих действий вот эти две вещи более важны и даже если это самые какие-то посредственные инструменты для 8 мы сейчас говорим о рекрутинге это касается любого момента поэтому лидер он ценит каждую секунду и действует каждую секунду они ждет когда наступят светлые времена четвертый закон а лидер создает культура не правило тоже обожаю на ту тему разговаривать потому что есть определенное конечно правило в любом бизнесе исправила и мы настолько часто как бы при прижимаемся к этому слову притесняемся что мы действительно начинает коммуницировать с людьми строя команду мы начинаем жить учить людей жить по правилам понимаете вот правило это то что висит на стенке или лежит покрытой пылью на полке все если мы говорим о людях то эта культура культура это отличие от правил понимаете потому что правило они нуждаются постоянном контроле а культура это немножко другое культура это то что почувствовал однажды и приняли ее как внутреннюю систему ценностей люди будут движимы без срока годности люди будут все время соблюдать эту культуру например вот возьмем наш бизнес есть такое понятие как smart delivery до автошип как угодно его назовите кто-то это считает что это правило и вот когда вы считаете что это правило и вы исповедуете вашу команду и говорите что это правило ведения бизнеса что это то без чего бизнес то есть вы это декларируете как правило вы ведете себя в этом отношении как с правилом то есть вы общаетесь с людьми именно не через систему ценностей этого вопроса а через систему контроля то есть а вот и не сделал автошип почему ты там то 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 но человек один раз делает вторую раз делать третий с какого-то уважения к тебе под каким-то напором рано или поздно он блокирнется и становится что вы будете делать дальше поэтому лучше самого начала создавать определенную культуру культуру smart delivery культуру автошипа понимаете как то есть надо понимать чтобы человек понимал это как ценность знаете вот мы приходим все в этот бизнес вообще любой бизнес приходим какие-то команды мы объединяемся на определенных ценностях ребята мы не просто так с вами здесь собрались и даже вот сегодня вот на этом тренинге мы здесь потому что у нас есть определенные ценности у кого-то есть ценности быть ближе к первоисточнику то есть прийти на тренинг лидера послушать у кого-то есть ценности обучаться да у кого-то из ценности с утра замотивироваться и вот эти все ценности они объединили на сегодня на этом тренинге у кого-то все это перечисленное месте есть и плюс еще что то так вот что такое smart delivery что такое таши это определенная субстанция которая позволяет нам все время быть ну как бы вариться в том чем мы занимаемся на самом деле автошип или умная доставка это возможность ежемесячно по на выгодных условиях это для меня так и так и декларирует своим людям это возможность на выгодных условиях ежемесячно покупать продукцию для личного пользования мне нужна продукция я хочу пользоваться вы знаете у нас замечательная линейка на замечательная система с и да настолько все логично выплывается одного продукта в другой что если иногда ты там совсем новичок то тебе хочется все когда ты уже чуть побольше бизнесе тоже как-то определяешься регламентируешь но какие-то определенные программы набора продуктов которые ты будешь использовать вот на там на ближайшие три месяца да вот это рекомендую с точки зрения подхода к продукту не так знаете как хаотично зашел свой свой smart delivery пальцем небо тычешь чтобы ты заказал сегодня нет вы определитесь на самом деле с какой-то определенной программы потребности допустим по своему здоровью внутри церкви к нам всем нужно мы сегодня не можем жить без диетических добавок мы не можем нормально осуществовать мыслить спать хорошо себя чувствовать мы не можем без этого ответственно нам это надо определяешься сам там консультируешься с нашими экспертами с врачами не знаю с кем принципе нам не нужны рецепты врачов и достаточно даже проконсультироваться с экспертом который есть на рынке на вашем или вашей команде а если есть врач это еще лучше потому что его мнение будет еще более усиленно это смотрите какие-то вебинары школы и вы понимаете что на ближайшие три месяца по моему самочувству понимание мне нужно там допустим такой этот набор продуктов там фини тиравита блутом или еще что-то и вот четко себе прописал своей голове эту программу и на листике вы себе распределяете это по своим своему смарт-деливере это культура ценностей это не правило понимаете для меня ценно быть здоровой то есть мой автошип мое смарт-деливер и она исходит из моей ценности быть здоровой быть полезной себе своим детям своей семье но и вам как команде я никому не нужна больная я никому не нужна там какая-то стонущая крякчащая что там болит там скрипит или или вечно бегающие по аптекам и больницам зачем это даже самому противно то есть моя культура ценности быть такой да знаете как вот быть живенькой здоровой веселенькой радовать себя своим внешним видом наслаждаться и соответственно это моя культура ценности она приводит к тому что смарт-деливере это является тоже моей культурой ценности вот одна ценность она порождает другую то есть точно также вы должны для себя прописать разобраться почему смарт-деливере эта культура эта культура они правило надо сделать потому что там пришло такое-то число понимаете как чтобы может быть даже это было легче я маленький пример приведу вчера общались с одним человеком здесь во львове он недавно к нам присоединился и он присоединился на ценность нашей системы за 8 но для стройности для трансформации тела и он взял эту продукцию для трансформации тела я вчера интересную вещь от него услышала хочу обратить ваше внимание мы очень часто забываем когда мы вот наши продукты когда мы имеем руках или как что они имеют очень многогранную ценность и здесь не только там допустим трансформация тела если мы берем не только там белок который помогает этому белки до 2 вида здесь есть такой есть пребиотики пробиотики да здесь опять штампов пробиотиков что получается и клетчатка от клетчатка она необходима для того чтобы эти пробиотики все время размножались как-то ладит биолог колонизировались это слово запомнила вот это очень круто потому что это все в одном как бы пакетики в одном шейкере в одном стаканчике пример чтобы понимали этот человек который пришел к нам на программу у него занимался давно в зале у него все было ок он даже качал пресс но его не было видно под брюшком понимаете как потому что а была определенная какая-то вздутость живота отечность так далее так далее и спортзал ему не помогал какие-то другие там коктейли он пил не помогал и когда он взял наш коктейль первую же неделю или месяц сейчас не буду точно утверждать немножко забыла он обнаружил шикарную вещь у него сдулся живот у него все нормализовалось знаете у него было большие проблемы с животом и ему врачи выписывали килограммами мезима на ряда не слазил с мезима посчитайте сколько стоит мезима сипить его по три месяца подряд понимаете как а здесь взяв наш продукт для трансформации тела он решил про проблему своего кишечника ребята это желудка кишечника это очень круто поэтому каждый из вас есть я все на примере автошипа рассказываю можно это в любом к любому другому вопросу есть из каждый из вас может прописать а почему культура автошипа для вас цена и когда вы будете знать почему цена вы не будете дожидаться когда вас следующий автошип вы предварительный будете делать потому что вы будете понимать что это культура жизни ваши это культура ваших вообще жизненных ценностей автошип это не обязаловка автошип это smart delivery это не правило это определенная культура ценности которая помогает поддерживать мои ценности которые есть у меня по жизни точно также на этот вопрос можно было бы долго рассуждать только на одном этом вопросе целый тренинг построить про культуру ценности например спонсорство что такое спонсорство спонсор как нужно принимать спонсора как нужно доверять спонсору и каким образом вот это культура отношения к спонсору она на самом деле быстрее построить тебе твою команду это это интереснейшая тема то есть но реально вот меня млм она меня другим человеком сделала я но не было с плохой нет конечно меня уважали любили меня были друзья я не верю что я не была какая-то но я стала другая у меня действительно вот многие вещи в жизни они стали для меня вот какой-то такими ценными но ценными не по вказивке а не потому что это надо а потому что я каждой фиброй каждая клеточкой своего тела я чувствую как для меня это важно понимаете культура ценностей посещения онлайн-школ онлайн вебинаров понимаете можно все что угодно в записи посмотреть вот это живое общение вот эти флюиды которые сейчас я думаю я вам излучаю их невозможно будет потом записи прочувствовать но невозможно ребята вот когда идет онлайн все равно она до вас доходит я не знаю эту физику как это все работает но вы же знаете да что это работает а в записи это уже не так и если ты хочешь на самом деле что в твой бизнес развивался чтобы твой бизнес продвигался ты будешь культуру эту поддерживать ты будешь своих людей как этой культуре приучать потому что именно вот здесь поварившись этот часик раз недель неделю понедельник если мы сейчас говорим про онлайн тренинг который нас по понедельник а мотивационный именно вот здесь поварившись ты сейчас выйдешь другим человеком через час понимаете а запись мы ребята мы все смотрим одинаково запись мы и включаем и все равно делаем какие-то свои дела и мы надеемся что нам какой-то жетон упадет здравствуйте до свидания хотела бы сказать или еще какое-то другое слово поэтому лидер это человек который своей команде создают культуру с любого постулата с любого правила которые необходим для построения бизнеса как мы считаем вы можете прописать дайте как оля правило но переведите их в культуру приведите к культуру но это можно только тогда перевести в культуру да спасибо 3 это можно только тогда перевести в культуру знаете когда ты сам это для тебя то является определенной ценностью не правило что это надо а ценностью и если для меня так как ценность я не транслирую я сейчас транслирую этого не напрягались я не нет противоречия с моими мыслями с моим и там подсознанием что я думаю по другому нет я естественно знаю что если я это транслирую искренне то вы это слышите и она или поздно а вокруг меня будет все больше и больше людей которые исповедуют мою систему ценностей то есть мою культуру и вот это будет вот так это будет классно ребята очень классный фон в лидерстве не пренебрегайте и чем раньше вы откажетесь от понимания правил а придете пониманию культура ценностей в команде тем лучше и эффективнее будет ваша команда расти пятый закон лидер вдохновляет чем отличается менеджер от лидера дамы менеджер это человек который мотивирует стимулирует людей на достижение цели лидер немножко не то лидер он все-таки должен вдохновлять людей понимаете как потому что мотивация она есть она может человека даже выдернуть на какой-то момент человек может куда-то прыгнуть но потом если у него не было внутреннего состояния у него не было внутреннего его личного вдохновления энергии на реализации этого момента какой-то цели это у него будет травма у него будет какой-то разочарование еще что-то а вот лидер вы знаете как он это человек который вдохновляя он заряжает вам такие флюиды передает устанта вдохновлять людей не мотивировать запомните ну что мотивация она может привести к чему-то на каком-то этапе но потом человек останется каким-то разочарованием и разбитым состоянием души и сердца вдохновленный человек он будет дальше двигаться и даже если какой-то момент у него что-то произойдет не совсем так как к чему он стремился это внутренняя энергия она не даст ему какого-то спада и отката назад я вам сказать так что никогда наемный работник на самом деле он не будет хорошим вдохновителем он есть супер наемные работники мотиваторы так вот ваша задача быть не мотиваторами а вдохновителями понимаете почему потому что он наемный и да и такие слова вот за деньги можно конечно купить очаровательного пса но никакие деньги не смогут заставить его радостно вилять хвостом но это прав менеджера он может быть супер супер менеджер за супер большие деньги супер мотивацией но вы не не равны этому вы вдохновители вот разграничить в себе это проанализируйте что у вас больше есть на сегодняшний день мотивации или вдохновения и занимайтесь все таки развивайте в себе что вы вдохновляете людей они мотивируете шестой закон лидер идет бежит ползет но не останавливается он никогда не остановится понимаете чтобы не было камнепад и дорога провалилась лидер он будет двигаться понимаете как потому что если хотя бы человек на секундочку останавливается он откатывается назад и вот в лидера в лидера у него четко есть такое понимание что остановка на секунду это откат назад и это уже не просто как бы правило написано и на стене это внутреннее состояние вот и я могу сказать про себя вот если начинаются какие-то препятствия даже на секундочку если появляется какая-то я же тоже живой человек я тоже работаю с людьми я коммуницирую с ними всякое бывает и вот наверное я уже вышла на тот уровень лидерство наверное действительно что у меня такого не появляется я наоборот вот эти все вещи они меня заставляют ускорить 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 темп ускорить и не потому что на зло кому-то или на зло себе а именно вот потому что я знаю что ты можешь это и это не накручивание себя это уже внутреннее состояние понимаете как это вот такое состояние что чтобы это не было у тебя горят глаза посмотрите на глаза людей которые вот вокруг вас допустим находятся в окружении на улице в метро где там вы находите сидите есть глаза потухлые а из глаза горящие так вот горящие глаза людей которые знают куда не здесь без двигаться это глаза лидеров а потом просто пододите к зеркалу и посмотрите на ваши глаза не у вас горят или они у вас прозрачные никакие ребята вот возьмите просто запиши из может быть даже если так трудно сразу взерву подойти посмотреть там allow то мне зеркало учи реально хорошо видно вот так вот на камере на камере видно возьмите телефон чик запишите небольшое какое-то видео видео с собой сами для себя и потом посмотрите на это видео какие у вас глаза понимаете как и работайте над этим работайте потому что вы должны все время гореть супер горят это здорово я рада за вас от не могу вот это мне нравится вот это вот это моя культура ценности седьмой закон лидер меняет пробует и творит ли я всегда является проводником изменений понимаете как его правило не делать фотографии а снимать видео ну это такая условно понимаете как зеленые глаза это классно важен не только результат но и процесс понимаете потому что он занимается любимым делом смотрите почему поэтому то сравнение идет с фотографией потому что то что было сфотографировано она уже не существует еще все а когда ты снимаешь видео это процесс вот понимаете вот вы должны быть ваша деятельность она это процесс это съемка видео это подготовка к чему-то это что-то произошло потом анализ того что произошло плохо хорошо не важно мы двигаемся вперед мы не останавливаться и чем больше мы делаем этих движений системности все равно будет хорошо вы знаете я хочу сказать у нас допустим здесь во львове было два дня сейчас презентации немножко мы разделили как бы приглашение людей по целевым интересам и в субботу была презентация по одному целевому интересу вчера была по другому куда и так получилось что в субботу как-то пришло людей меньше чем мы ожидали может это суббота хотя как бы мы раньше в субботу проводили может это еще что-то может совпало может быть люди после черной пятницы отдыхали можно находить кучу кучу оправданий и я действительно немножко сама так вот была вот как бы так не совсем комфортно мне по своим коллегам такой немножко грустяшку понимаете как но я вам скажу вы погрустили недолго мы собрались обсудили поговорили мы даже проговорили какие-то вещи мы даже поговорили на отвлеченные темы мы поговорили о жизни мы где-то открывались мы нашли какое-то общее общение по своим ценностям и мы на них говорили как бы не может быть и зацикливались на анализы того что произошло но мы вообще проговаривали какие-то свои установки какие-то свои жизненные ценности очень важно видео да то есть если что-то даже не так произошло как ты хочешь это не остановка это это нужно продлевать нужно да и вот мы вот такой был неплохой вечер обсуждения у нас рассуждение просто мы разговаривали и вчера у нас была презентация людей там было чуть ли не три раза больше и что я хочу сказать понятно дело что то не от того что мы там воскресенье субботу после той презентации там посидели порассуждали поговорили нет ну это просто разные целевые интересы люди это еще одно подтверждение что есть вещи когда люди все-таки они чем-то больше заинтересованы чем-то меньше и надо четко понимать и и если ты все-таки хочешь экспериментировать и затрагивать ту целевую аудиторию те интересы которые тебе бы хотелось но а параллельно по другой целевой аудитории идет больший выхлоп пожалуйста экспериментируй нового дела это и это нужно делать потому что рано или поздно ты тоже даст знать во-первых ты практикуешься в этом ты совершенствуешься но не надо как это расстраиваться понимаете как надо что-то творить что-то думать обсуждать двигаться и вот и вот и вчерашний допустим день был очень замечательный просто она просто замечательно замечательно очень много гостей замечательная аудитория всем было интересно все не все не расходились все нас потом дергали спрашивали до вечера потом были какие-то коммуникации по телефону вообще не люди то есть людям это зашло очень сильно и мы конечно счастлив но я считаю что вы счастливы были еще потому нам легко было быть счастливым потому что мы пришли с легким а сердцем мы пришли с хорошим настроением на эту презентацию мы отпустили то что не совсем нас устроила накануне понимаете как мы не цеплялись за это вот лидер это человек который живет все время вот в этом процессе он не цепляется к результату я вообще могу вам сказать мое движение мое развитие в бизнесе сетевом она началась тогда когда перестала цепляться к результату очень много лет ушло чтобы я поменяла свою дата вот установку я каждый раз цеплялась к результату естественно я расстраивалась и потом нужны и статистика вы знаете она к сожалению почему-то не работает на нас да и поначалу и потом как-то статистика работает но меньшего всегда меньше хорошего всегда меньше а мы же страстно ждем этого хорошего потому что нам нужно закрыть какие-то свои вопросы жизненные или боли и не получивай так как бы вот и расстраивайся как только я научилась не цепляться к результату не привязываться ребята я стала жить я кайфовать стала в этом бизнесе я действительно кайфую я не говорю что мне не важен результат ну боже упаси конечно мне важно я ж не мазохистка вы просто другом не путайте понятия когда надо говорят ой я не понимаю нет я только на результат на цели так понятно ты на него нас мы все нацелены но не привязывайтесь к этому получайте удовольствие от съемки понимаете как лидер это не фотограф лидер это видео оператор вот вот от этого получаете удовольствие все вас будет very good это 8 закон лидер появляет инициативу но это вообще я считаю это суперская вещь если вы считаете что вы лидер вы не ждете когда ваш вышестоящий лидер будет что-то для вас придумывать знаете когда мне говорят ой ты обязан ты обязана ты должна придумать как нам лучше жить как нам лучше работать какие лучшие инструменты могут работать какие никто никому ничего не обязан но не потому что никто никому потому что если ты на самом я обязана по отношению к тем людям которые совсем новенькие пришли они вот плавают они растерялись они не знают что делать я обязана взять за ручку их и провести показать элементы системы работы показать что именно система работает вот и сказать что знаешь что я тебе рекомендую выйти на какой-то определенный уровень вот по этой системе не изобретаю велосипед но этот новичок не имеет право показать нельзя и новичку запрещает проявлять инициативу но только надо правильно эту инициативу направлять правильное русло понимаете если есть новичок он еще может быть не лидером только начинающий лидер все но если у него хорошие идеи ты должен выслушать его вместе с ним эти идеи обсудить понимаете как обращаюсь партнером вот если ваш лидер не совсем ему заходят какие-то идеи да но может он не слышит вас вы не расстраиваетесь и не пытайтесь биться в одиночку понимаете все но в одиночку ничего не добьешься если ваш прямой непосредственный спонсор лидер час закрыть для какой-то идеи вас есть вышестоящий обязательно постучитесь напишите скажи я хочу с тобой разговора на полчасика неважно достучались вышел человеком на связи слушай я у меня есть такая идея как ты думаешь можно ее реализовать и нужно ли она сегодня мне на сегодняшний день а может она вообще интересно будет всей команде вот тогда человек станет лидером вы понимаете как вот тогда человек станет лидером а не когда вот я стану лидером и потом я буду инициатором а пока что вот есть настоящий лидер пусть он за все и думает так девятый закон лидер уважает но это я считаю святая святых знаете так если мы говорим про традиционный менеджмент то там конечно строится команда немножко на других вещах там строится она на субординации я сказал так положено вот но то то есть это управление с которой управляет людьми и люди выполняют его приказы вот и неважно уважают люди там тебя ли не уважают и начальники а дурак да вы знаете свое выражение вот у нас немножко по-другому здесь не построишь так отношения я спонсора а ты дурак здесь так не получится понимаете как здесь вы должны быть ценным для своего человека вот даже штейн сказал да не относятся к нашему бизнесу но принципе очень хорошая фраза старайтесь стать не успешным а ценным человеком понимаете чтобы люди они уважали вас и они хотели за вами идти до конца вы не успешно ценный это не означает совершенный понимаете мы все мы недалеко не совершенны у нас у всех есть какие-то свои недостатки изъяны у кого-то вспыльчивость у кого-то от наоборот там медлительность у кого-то там не умение может быть там какие-то чисто человеческие факторы там умение там коммуницировать дослушать услышать но нету идеальных людей слушайте если бы человек был идеальный но уже не интересно было бы жить понимаете как поэтому со своими всеми плюсами и минусами ты должен стала оставаться ценным для человека чтобы он хотел с тобой идти до конца вот это вот очень важно а это происходит тогда когда ты уважаешь людей невозможно стать ценным для других людей не уважая их а помыкая ими вот я умный я профи я крутой я все знаю я все умею я дисциплинированный я какой там еще я добиваюсь результата я умею зарабатывать деньги поэтому слушайте меня понимаете нет здесь по-другому все то что я перечислила и с уважением к людям понимаете уважайте уважайте каждого человека уважайте вы имеете право на ошибки вы имеете право на несдержанность вы имеете право на все но если ты уважаешь людей ты всегда вырулишь с этой ситуации ты всегда найдешь те слова которые выронет коммуникацию которые сплотят команду ты найдешь механизмы которые помогут человеку почувствовать что он уважаемый понимаете как и уважать это не знаете уважаемый абонент как на мобильной связи говорят нет уважать это немножко другой это когда действительно чувствуешь что ты его уважаешь здесь даже элементы заботы входят понимаете вот но тоже так скобочка и так мы идем к десятому закону до двигаемся мне кажется все очень интересно классно мы такие же сами все лучше и лучше становятся лидер перестает работать начинает служить вот это вот я сказала забота понимаете лидер это человек который не раб своей команде боже упаси если вы поставку построите свой бизнес или свою команду в таком понимании что ты раб что ты что-то обязан своей команде ты должен что-то придумать ты что-то должен сделать ты должен куда-то инвестироваться мы а мы посмотрим подойдет нам это или нет это неправильно но ты должен служить вот какое здесь разраничение вот это надо четко понимать работать на команду или служить это разные вещи так вот служить это более высокое понимание для этого надо иметь конечно соответствующие какие-то душевные свои уже душевную составляющую над этим можно работать это не является предобором служить это означает какие-то определенные чувства содержания понимаете как а работа это тяжелая нагрузка вот когда чтобы ты не делал вот я например с удовольствием служу своей команде с удовольствием там забочить о людях которые моей команде и я получаю от этого удовольствия понимаете я эмоцию получаю положительно а вот если вы что-то делаете для команды и вас это напрягает вас это угнетает для вас это как тяжелая нагрузка то это значит вы работаете вот начинайте вот в этом плане себя совершенствовать начинайте находить те плюсы в том что вы делаете для команды чтобы это пришло в разряд служения чтобы чали эмоцию хорошую чтобы кайфовали от того что вы делаете иначе толку не будет в конечном итоге эти эта связка разорвется 11 закон лидер создает баланс понимаете как важная оговорка именно создает а не удерживает баланс лидер он движется как как она то ходит над пропастью до шаг вперед баланс два шага перед баланс стоять на месте поражения бежать вперед не создавая временного баланса верная смерть поэтому вот для лидера очень важно шаг вперед два вперед не стоять на месте но и не бежать куда-то когда вот разрывается нету нету временного баланса и все то есть представьте себе что вы вот ваш выбор доходит вы идете по канату и потом проанализируйте ваши действия как вы сейчас действуете вы шаг за шагом делаете какие-то действия тогда да будет баланс на будет все хорошо или вы какой-то этот ненормальный галтелый куда-то спешите бежите не создав временной подушки какой-то временного баланса все разрушится потому что начать бежать зачем-то новым зачем-то как по вам кажется очень крутым интересным продвинутым вы теряете топчете то что у вас есть сейчас вот и все потом ваша задача все-таки создавать баланс тогда будет все ок ну и последний 12 закон лидер всегда остается человеком друзья для того чтобы стать лидером для овец нужно быть овцой собака пастух может быть отличным менеджером стада но никогда не станет его лидером просто потому что она собака чтобы стать лидером людей нужно быть че человеком ребята человеком во всех высоком смысле этого слова это действительно работа над собой это движение вперед но это очень благодарное развитие очень благодарная работа над собой ну что ты становишься но вообще очень классным ты собой наслаждаешься и ты меняешься не только для своей команды ты меняешься для окружения ты меняешься для своих детей для семьи И, в общем, действительно ты начинаешь кайфовать и получать счастье от этой жизни. Поверьте мне, вы знаете, не зря есть такое выражение, всегда важна не сама цель, а путь к цели. Вот когда ты по пути к цели, ты всё равно к цели, каждый из вас придёт рано или поздно. Просто у каждого как бы свой путь. И опять же, зависит от того, каким образом этот путь будешь проходить. Ты будешь проходить, соблюдая, например, вот эти вот законы, да, или ты будешь идти как попало, я всё равно, у меня главная цель, а все законы я потом разберусь. То есть к цели всё равно ты придёшь рано или поздно. Но когда ты придёшь к цели, соблюдая вот эти все законы, ты становишься другим человеком. И ты же говоришь, боже мой, ради бога, я пришёл, моя цель была 100 тысяч долларов. Ну, вышла я на цель 5 тысяч долларов, там на 10, неважно. Но я же другим стал. Вот это классно. Знаете, вот это классно. Я пришла в сетевой маркетинг, моя цель была 100 тысяч долларов в месяц. Она была, она до сих пор есть. Я 20 лет в сетевом маркетинге. Я могу вам сказать, я не считаю, что моя цель, она недостижима. Я рано или поздно всё равно к ней приду. Но я никогда не расстраиваюсь из-за этого, потому что на самом деле, на самом деле я счастлива, я кайфую от того, что со мной произошло за эти годы, какая стала я. И я вижу, это не предел совершенства, и я дальше вижу, что какие-то вещи, которые ещё 3 года назад мне тяжело заходили, 3 года назад я где-то борола в себе какие-то моменты для определённых там коммуникаций. Сегодня я это делаю легко и с удовольствием. Поэтому, друзья, оставайтесь человеком, становитесь лидером действительно с высокой точки, с высокой буквы, да, с большой буквы, но именно лидером человеком. С вами была Жанна Платонова. Желаю вам продуктивной недели. У нас с вами суперский месяц, у нас замечательные возможности для зарабатывания денег. Заходите в наш телеграм-канал, кто не подписан, подписывайтесь, потому что там суперские новости и промоушены. Засучивайте рукава и желаю вам покорения всех-всех-всех ваших вершин, которые только вы могли бы себе поставить. Не бойтесь ставить высокие вершины, вы обязательно их покорите. Пока.